Приветствую вас и любая любовная зависимость, это определенная пустота в душе, это определенная потребность в чем-то. И в этом молодом человеке вы видите что-то, чего вам не хватает самостоятельно. Либо поддержки, либо тепла, либо какой-то уверенности в себе, либо чего-то еще. Тут нужно понять, что вам этот человек дает вообще. На момент, когда вы дружили, вот вы ей пишете, что я очень зависим от парня, которого люблю больше 7 лет. Он для меня самый близкий человек, вы всегда были лучшими друзьями, и у меня уже 7 лет нет никому ближе. Он знает обо мне все, что только можно, исходя всегда рядом, никогда не бросав тяжелые ситуации, понимает меня. Вот вы знаете в чем дело? Вот эта вот ваша фраза, никогда не бросав тяжелые ситуации, и понимает вас, судя по всему, и есть корень потребностей в нем. Вам кажется, что никто больше вас не поймет так, как он, и никто больше не будет поддерживать вас так, как он. Причем больше, больше поддержать вас некому, судя по всему. То есть нельзя говорить про друзей ваших, которые явно держат вас на расстоянии. И вот для того, чтобы начать избавляться от зависимости, нужно в первую очередь учиться не нуждаться в том, чтобы вас понимали. То есть находиться в гармонии самой с собой, находиться наедине самой с собой, и следовать только вашим интересам. Допустим, вы нуждаетесь в поддержке. Это что значит? Это значит, что у вас самой не хватает моральных волевых сил для того, чтобы преодолеть проблему, преодолеть какое-то препятствие, какую-то жизненную трудность. Значит, нужно как раз таки вот стараться вот эти вот силы в себе находить. Повышать свою самостоятельность, повышать свое упорство, свою настойчивость в том, чтобы решать собственные проблемы. Вы же испытываете потребность всем с ним делиться, вы испытываете потребность в том, чтобы полагаться на него, и потребность явно более сильную, чем это требует норма. Прямо того, и требует норма. Соответственно, можно предположить, что в вашей семье что-то не так, и родители вас не очень сильно любили, не сильно поддерживали. В общем, от них вы получали мало всего позитивного. И вот в этом контексте, в контексте, что вы как бы не имеете возможности положиться на родителей, вы нашли себе такого вот человека, который вас как бы обеспечивает всем необходимым. И в нем вы видите того самого родителя, которые по какой-то причине не были для вас так близки. И почему так произошло? Ну вот, вы не понимаете, почему родители с вами так обращались? Почему они к вам так относились? Почему они вели себя так с вами? Вот это нужно понять. Нужно проанализировать ваши детские и родительские отношения. И на основании этого, на основании этого, изменить ваше представление о себе. Потому что если с родителями у вас отношения не складывались, то очень большая вероятность того, что у вас занижены оценки у вас самой. То есть вы думаете о себе хуже, чем вы есть на самом деле. Например, вы считаете, что вы не сможете справиться с проблемами. Например, вы считаете, что не выживете одна, что не справитесь с какими-то трудностями и так далее. Это неправда. Если вам это внушили родители, то это не было верно. Родители, ну, считали это не вам, и вообще они в тот момент разговаривали не с вами, а с вами с собой, через вас. Но это нужно, как бы сказать, это нужно осознавать. Осознавать постепенно через понимание причин поведения ваших родителей. Думаю, сейчас вы можете это сделать. Сейчас вы можете, как бы, это осознать. Дальше. После того, как этот момент будет пройден, в обязательном порядке требуется, чтобы вы достойно себя оценивали. Что значит достойно себя оценивать? Это значит адекватно иметь адекватное представление о том, какие у вас способности, какие у вас возможности, чего вы стоите и чем привлекательнее для других людей. Чтобы это все сделать, нужно оставить перед собой цели, задачи, которые вам важны, и выполнять их. Вы свои потребности связываете с вот молодым человеком. Так как в действительности ваши потребности только ваши. И почему ваш молодой человек смотрит на вас сейчас в жалость? Вот он понимает, что вы в нем не знаете. Вы в нем не знаете не для него, вы в нем не знаете для себя. То есть вы в нем что-то ищите для себя. И именно это вызывает жалость. Что вы сами то, что вам нужно, найти не можете. Поэтому вам нужен человек. И вот как только вы все, что вам нужно, добьете, всего, что вам нужно, добьете сами, а любимому человеку будете давать только ласку, тепло и заботу. То есть отдавать ему. Не брать, а отдавать. стремиться сделать его счастливым. Счастливым. не очень хорошо в отношении к вам обеи, но это уже как бы детали. И вот осуществление ваших желаний, которые у вас есть, прямым-прямым путем, помогут вам как раз таки поверить в себя. Поверить в то, что вы сами способны на многое. На многое. Не на все, но на многое. И тогда, оценивая свои возможности здраво, вы будете более четко представлять, чего вы вообще можете, чего вы достойны. И тогда уже разговор будет совсем другим. Потому что вы не будете наняться в нем, в молодом человеке, как в источнике для достижения своих потребностей. Это очень важно. Следующий момент, который мне хочется вам сказать, это вот вы спрашиваете, как сохранить добрые дружеские отношения. Значит, как сохранить дружбу? Что вообще говоря, такое есть дружба? дружба это когда два независимых равноправных человека друг с другом общаются по личным интересам, по, так сказать, тому, что их вот как-то связывает между собой, что их объединяет, да, и так далее. Лучше такое дружба. это означает, что дружба ни в коем случае не является нуждой друг к другу. Да, в трудной ситуации конечно можно, но не более того. Дружба может быть в том случае, если вы равны. Если вы равны. Вот вы, как два человека, равны. Но поскольку этого нет, поскольку вы не являетесь равными друг к другу, той дружбы невозможны. Посмотрите на свою подругу, которая очень самодостаточна. Именно самодостаточность и ее сила. И подумайте, чего не хватает вам для такой же самодостаточности. А главное, как она эту самодостаточность себе обеспечивает. Вот что она делает для того, чтобы быть такой самодостаточной. Она любит себя, она уважает себя, она ценит себя, я думаю. И человек, человек для нее, молодой человек, это не средство для удовлетворения своих потребностей. Человек для нее это свободное, непринужденное волеизъявление в том плане, что она как бы делится с ним своим временным, по желанию. А вы хотите это делаете и не хотите тоже это делать. И соответственно в этом ключе вам нужно самодостаточной сессии работать. А именно ну расширять свой кругозор, изучать то, что вам интересно, осваивать культурные ценности, быть под счастьем в уединении и учиться собственно говоря находить общий язык самой собой. Тогда вы сможете дружить. А именно разлюбить близкого человека, вот вы спрашиваете, как разлюбить близкого человека. Вы знаете, сердце не прикажешь, и если вы любите, то вы будете любить столько, сколько вам суждено, столько, сколько позволяет вас температур, потому что это произошло не по желанию, и не по желанию пройдет. То есть этот момент именно такой. То мы делаем, что то, что вы считаете любовью, в действительности таковой не является. И в действительности ваша любовь это потребность человека. Если вы свою потребность обеспечите, если вы ее удовлетворите, то скорее всего и любви там уже не будет. Потому что как это вот похоже со стороны, что вы нашим человеком дружить, вы дружили, 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 все больше ему доверяли, 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 потому что не могли исправиться сами, а больше доверять было некому. Вот так и попали к нему в зависимость. Теперь считается, что любите его. Ну вот, а что будет, когда вы хотя бы примерно выполните все то, что я говорил, неизвестно. Может быть вы освободившись от зависимости, посмотрите на него и скажете, ну да, он хороший человек, но я его не люблю, потому что он как минимум относился ко мне недостаточно уважительно. Это если вы не поняли я говорю про то, что он был одновременно и с вами и с вашей подругой. А это все-таки неувозительные отношения. И человек себя уважает, который себя любит, он связывает свою жизнь и судьбу с таким вот человеком, который недостаток, но увозительной относится к нему не будет. для этого вам необходимо иметь свой личный потенциал, личный ресурс, которого у вас сейчас нет. Вот получать его и нужно учиться, и тогда вы избавитесь от зависимости. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делать всего лучше.